Лаки и Бари нельзя назвать самыми дисциплинированными спасателями. Пока люди серьезно и основательно готовятся к учениям, черный лабрадор и золотистый ретривер вспоминают щенячьи годы и вообще отрываются на полную катушку. Впрочем, на службе их держат не за умение стоять по стойке смирно, а за острый нюх, сильные лапы и любовь к людям. Бари и Лаки могут учуять запах человека под слоем снега глубиной до 4 метров. Самое смешное, что собака никогда не ошибается, где голова лает. Самый главный факт. Ну, скажу я вам, даже когда точно знаешь, что тебя спасут, удовольствие нужно доложить невеликое. Поэтому, когда тебя извлекают, на свет Божий помощь спасателей и их четвероногих помощников переоценить сложно. Без собачьей помощи поиски человека под завалом могут занять немало времени. Выстроившись в цепь, спасатели будут прочесывать место схода лавины квадрат за квадратом, пока специальный щуп не наткнется на потерпевшего. А до этого времени человек должен бороться за свою жизнь сам. Попытаться как-то, ну, телом, ну, создать для себя как бы пространство, то есть подвигать конечностями. Беда в том, что даже соблюдая это правило, теплоодетый человек способен выживать под снегом около двух часов. Барри же сумел найти троих условных потерпевших менее чем за полчаса. Примерно в то же время уложился и его коллега Лаки. Но собак-спасателей в Кузбассе гораздо меньше, чем любителей покорять опасные склоны. Поэтому горнолыжникам, альпинистам и прочим экстремалам не стоит забывать об осторожности. Снежные псы и их коллеги-люди сделают все, чтобы спасти человека, но лучше всего берегите себя сами. Аркадий Кемеев, Александр Белкин. Новости моего города.